Девочка-пай Вот и пришло время нашей встречи. Три длинных года я не видела тебя. А как хотелось. Ну хотя бы на минуточку, на одно мгновение прижаться к тебе, заглянуть в глаза. Нас за волной и день за днем приближали время нашей встречи, как я истысковался по вам, и сушило меня время ожидания. Я стал сильнее, ведь риск и дали от дому закаляют. Но я все так же близок, и с каждой милей, и с каждой секундой приближаюсь к вам. Но мгновения идти не приходили. Смешно было бы надеяться на чем. Вставала с одной. Ждать. И я ждала. Я научилась ждать. Я бы то не увидела свое счастье. Да, ждать счастье. Если преданно любишь, горячо веришь. И это понимание сразу. На все требуется время. Как вы там, мои родные. Как Игоречек. Помнит ли отца? Из твоих писем я узнал, что ты рассказываешь ему обо мне. Но я знаю, что вы меня любите и ждете по-прежнему. Ждете моего возвращения. Когда ты уезжала, Игоречку было два года. Но он не забыл тебя. Я не позволила ему это. В его комнате висит твой портрет. И я ему читала твои письма, рассказывала тебе очень много хорошего. И он продолжает любить тебя в пять лет, как любил вот вам. Если он не больше. И ждет вместе со мной. Ждет героя. Каким ты и есть на самом деле. Вот уже на горизонте показалась земля. Я ничего от себя не добавила. Я говорила ему о тебе только то, что есть, только правду. Может, говорила гораздо меньше, чем ты заслуживаешь. Но ты уж извини. Столь мой ты сам себе. Сам. Так нужно. Милая моя, разбуди нашего сыночка и отправляйтесь в порт встречать меня. Сейчас я разбужу нашего сыночка и скажу твоей телеграмме. Он будет бесконечно рад, что ты наконец приезжаешь. Мы пойдем встречать тебя вместе. Встретим, чтобы потом никогда не расставаться. Хватит. Пусть другие опознают счастье и ожидания. Для нас же нету большего счастья, чем быть всегда вместе. Угорючка нужна отцовская внимание и забота. И мне-то нужен всегда рядом. Скоро, совсем скоро мы встретимся. И будем отныне вместе. Я пришел. Субтитры сделал DimaTorzok